первым у нас на обзоре идут силиконовые чайники смотрите это две модели силиконовых чайников данная модель 1200 миллилитров эта модель полтора литра по весу этот чайник из анодированного алюминия весит 223 грамма полтора литровый 16 литров он идет этот у нас идет полтора литровый 384 грамма то есть силиконовый чайник весит тяжелее чем алюминиевый чайник из-за того то что здесь идет из нержавейки вкладка такая за счет чего его можно на горелке кипятить на костре нельзя кипятить потому что силикон сгорит только на среднем огне и только на горелках которых нету большого пламени чтобы ну не сжечь его но в чем выигрывает силиконовый получается 5 сантиметров он идет а чайник из анодированного алюминия 9 сантиметров на 4 сантиметра он компактней в диаметре он также меньше можно заметить такой чайник будет разумнее брать в поход потому что он займет меньше места также при восхождениях на горы либо в походы если у вас небольшие рюкзаки логичнее взять силиконовый чайник который будет тяжелее тут надо уже сравнить либо нести тяжелее на 100 грамм либо более габарит не в модели отличаются друг от друга вот так она выглядит модель компактная но вот в этой модели ручка выпирает пластиковая вот так он открывается и он уже более габарит не выглядит также эта модель открывается но у ней ручка складная этот чайник на 1200 миллилитров вот так они выглядят сейчас мы поставим их на огонь попробуем скипятить полтора литра посмотрим за сколько он скипятится так чтобы не повредить силикон и сколько реально воды снова влазит мы берем чайник с водой которым 16 литров смотрите мы вылили вот этот чайник объемом 16 литров у нас получилось в этом чайнике хотя он идет по документам полтора он залился воды сюда то есть есть еще свободное место но как и в этом чайнике здесь также указан максимум вот так то есть наверное производитель оставляет место для кипения но хотя можно залить его по максимуму с помощью горелки мы устанавливаем чайник секундомер пошел когда горелка работает появляется конденсат на чайнике именно на нержавейке но пока силикон себя показывает хорошо никакого испарения не видно силикон холодный главное чтобы горелка не заходила за границы нержавейки и не нагревала силикон чтобы не сжечь не проплавить поэтому нужно быть аккуратным нельзя использовать на костре потому что пламя огня по-любому его поплавят поэтому нужно аккуратно использовать его самый надежный вариант на использование таких газовых горелок скоростных либо обычная газовая печь но так как мы ходим также еще раз повторюсь походы на каяках мы с собой всегда берем маленькие газовые печки чтобы они были компактные занимали меньше места в рюкзаке друзья нам потребовалось 11 минут чтобы скипятить чайник объемом полтора литра на данной горелке такой чайник мы кипятили за 4 минуты все потому что мы это делали на среднем огне чтобы не повредить силикон но как оказалось мы потом открыли печку на полную пламя не заходит пламя бьет ровно поэтому можно было и на полном огне на данной печке кипятить так чайник вскипел самый большой плюс силикон это что он верху не нагревается то есть можно держать чайник свободно также держать его за ручку конечно изначально ее заблокировать вот так чайник совсем не горячий при том то что там очень горячая вода ток сейчас посмотрим как наливать удобно ли здесь вот такой фиксатор идет на ручке открываем фиксатор нажимаем и крышка открывается но по идее если у нас есть носик мы можем закрыть фиксатор носик у нас свободны смотрите горячий силикон подвесом не проминается удобно наливается можете посмотреть полный стакан налил подведем итоге алюминиевый чайник с анодированным покрытием легче но у нас был случай то что мы помяли его алюминий мнется если кидать рюкзаки чайник замнется силиконовый чайник тяжелее тяжелее за нержавеющей стали за счет которой можно на огне его кипятить но он компактней на 4 сантиметра меньше занимает место минус в потом если у вас большая конфорка вам придется на среднем огне кипятить воду за счет чего она будет киптиться дольше металлический чайник можно кипятить хоть на огне еще раз повторюсь то что на этой печке 1 6 литров кипятится за 4 минуты мы тестировали здесь нам потребовалось 11 минут но мы это делали на среднем огне под конец мы уже добавили пламя и мы постоянно открывали его смотрели но из минусов таких основных присутствует запах силикона пластика надеемся то что это при первом использовании вот сейчас противить им и дальнейшем если мы помоем запаха не будет на сейчас есть запах но если мы перельем воду запаха нету